Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестана с наиболее значимыми событиями. Ознакомлю вас с Яларианной Шамхалаевой и моей коллеги. И вначале по традиции короткий анонс. Черные реки Буйнакского района, из-за чего водоемы меняют цвет, выясняли активисты Народного фронта. Подход к безопасности движения надо в корне менять. Правительственная комиссия всерьез обеспокоена ситуацией на дорогах республики. Кубок Содружества во Владикавказе на золото международного турнира претендует 10 дагестанских вольников. Промежуточные итоги в нашем спортивном блоке. Целых 17 точек сброса отходов в реку выявлено в селах Чанкурбе и Кадар. Накануне в Буйнакском районе побывали активисты регионального народного фронта, которые отреагировали на жалобы населения. Ситуацию специалисты называют близкой к экологической катастрофе. Напомним, это не первый случай, когда местные животноводческие фермы загрязняют реку отходами до такой степени, что она меняет цвет. Посмотрите, пожалуйста, сегодня вот такая грязная вода отсюда идет, запах невинностимый. Народный фронт взял проблему на контроле и оповестил районные власти о необходимости принятия срочных мер. Местным животноводам уже поручено организовать специальные локации для забоя скота. Один человек погиб и пять пострадали в результате столкновения двух отечественных легковых автомобилей в Гумбетовском районе. В числе пострадавших 10-летний ребенок трагедия произошла из-за выезда одного из участников дорожного движения на встречную полосу. И в продолжении темы дорожно-транспортных происшествий. В Дагестане пересмотрят финансирование мероприятий для обеспечения безопасности на дорогах. Об этом стало известно в ходе совещания правительства региона под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова. Собравшиеся рассмотрели вопрос реализации мероприятий регионального проекта безопасность дорожного движения. Подробности в сюжете наших корреспондентов. На сегодняшний день в Дагестане произошло 718 ДТП, в которых погибли 147 человек, что почти на 30% больше аналогичного периода прошлого года, в том числе 12 детей. Участники совещания говорили о необходимости усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения со стороны соответствующих структур. А что нужно делать? Может, саму организацию работу вам нужно изменить? Внутри у себя. Если есть конкретные предложения к органам исполнительной власти, скажите, пожалуйста, что мы должны делать. У меня, я каждое утро от МЧС получаю сводку. Когда там бывает написано, что чрезвычайная ситуация не обнаружена, или, например, произошло ДТП погибших, у меня душа радуется. Клянусь Аллахом, я же говорю, душа радуется, когда сводки нет, погибших нет. Ну, в любом случае, есть же, например, уязвимые места, где постоянно случаются эти автоварии. О том, какая работа проводится ведомством по снижению количества ДТП, рассказал исполняющий обязанности начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Мурад Османов. Он выразил согласие с мнением премьера о том, что статистика действительно удручающая. В республике совершено 718-й утрат за происшествием, в котором погибло 147 и ранено 1083 человека, в том числе 96 ДТП, в которых погибло 13 и ранено 102 ребенка в возрасте до 16 лет. Сравнение с налогическим периодом года, так уж и рост всех показателей аварийности, в том числе и по количеству ДТП. Прогнозы назначения федерального проекта безопасности дорожного движения по смертности превышены на 39 человек. Подводя итоги обсуждения, председатель правительства поручил участникам совещания подготовить конкретные предложения для улучшения сложившейся ситуации. Кроме того, Абдулмуслим Абдулмуслимов предложил пересмотреть статус правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в сторону усиления. Следующее заседание комиссии уже в новом формате поручено провести в конце августа в преддверии нового учебного года. Тем временем Каспийск готовится ко дню военно-морского флота, который по традиции встретят торжественным масштабным парадом. Уже в это воскресенье военнослужащие продемонстрируют более 10 эпизодов на большой воде, в том числе морской бой с кораблями условного противника и оказание помощи судну, терпящему бедствие. Напомним, что с 2020 года праздник ВМФ отмечают помимо Санкт-Петербурга, Калининграда, Североморска, Севастополя, Владивостока и в нашем регионе, где теперь базируется Каспийская флотилия. Курсы повышения квалификации по чтению и заучиванию Корана стартовали в селе Ириб Чародинского района. Инициатором проведения курсов выступил Муфтият Дагестана. В течение трех недель действующие преподаватели и хафизы Священного Писания будут улучшать свои знания. Главным преподавателем курсов является Абдурахман Ас-Сулеймани из Сирии. Он имеет почетную степень и джазы. Это официальное разрешение на преподавание Корана, которое восходит до пророка Мухаммада, мир ему. «Всевышний Аллах сохранил нам священный Коран посредством благочестивых и набожных верующих. Мы вместе с почетными учителями Корана следуем их пути в этой прекрасной республике, в этом прекрасном красивом селе Ириб. На нашем курсе мы завершим чтение всего Священного Писания со всеми его правилами и тонкостями, пройдем специализированную книгу о свойствах Бух и правильного их произношения, а также изучим этику по отношению к учителю, ученикам и Корану». «Хотим выразить благодарность муфтяту республики Дагестан за предоставленную нам площадку в заучивании Священного Курана в лице нашего шейха Абдурахмана Сулеймана, который обучает нас каждым тонким моментом Курана». И в завершении выпуска о спорте. 10 дагестанских борцов претендуют на золото международного турнира во Владикавказе. Кубок Содружества с участием вольников из 13 стран стартовал накануне. В первый день наибольший интерес зрителей вызвало возвращение на ковер Абдурашида Садулаева. Двухкратный олимпийский чемпион вышел на ковер впервые за 2023 год. Своих болельщиков танк не подвел. Однако путевку в финал Садулаев добыл не без труда. В схватке за золото ему будет противостоять одноклубник Ахмед Тажудинов. «Мне высоко, я был очень спокоен». «Ничего, я конкурировал. Что-то бордо, если все может случиться. Имене Сергей Бозуров, он не арест в улице, он участник олимпийских игров. Со мной вместе боролись. Он в тяге, я принял все скалорамы. Поэтому, конечно, это была нелегкая схватка. Я настраивался. Психологическая готовность 100%. Есть небольшие ошибки, которые я должен доработать. Тем более, впереди, на следующих упорах в Сочи у меня будет прикидка с чемпионом России Алиханом Джабраиловым. Я думаю, что практически вся борцовская сообщесть, все болельщики ждут этой схватки. И кто из нас выиграет, тот и поедет на чемпионат мира Белград». В очной схватке золота в категории до 61 килограмма также оспорят земляки. Это Ахмед Идрисов и Башир Магомедов. Кроме этого, наши вольники имеют шансы на первые места еще в шести весах. Без медали высшей пробы дагестанцы остались только в весе до 74 килограмм, где выступает олимпийский чемпион Заурбек Седаков. И в дивизионе тяжеловесов. Итоги Кубка Содружества будут подведены ночью 28 июля. На этом выпуск завершен. В студии работала Лориана Шамхалаева. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Всего доброго, хороших вам выходных и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова